Добрый вечер! В эфире программа «После новостей» я, Ольга Депляшина. Грядут большие праздники, новогоднее застолье, ну и, конечно, конец декабря. Это традиционное время корпоративов, разных мероприятий. Как всю эту череду пережить без последствий для здоровья? Как со стола новогоднего не попасть на стол операционный? Как правильно пить и есть, чтобы потом не было мучительно больно? Сегодня об этом поговорим с нашим гостем. Это хирург Краевой клинической больницы Альберт Лейман. Добрый вечер! Давайте сразу всех напугаем, потому что каждый год мы про это говорим. Вот сразу какую-то статистику озвучим. С чем и в каких количествах поступают люди в лечебные учреждения, в новогодние праздники? Есть же уже какая-то такая сложившаяся картина, подозревая? Конечно, картина есть. Это уже становится традиционно перед праздниками, тем более затяжными, как новогодние праздники. Обращений больше будет. Ну, с травмой, как это разумеется. Плюс зимний период, плюс фейерверки, салюты и прочее. Очень много пациентов обращаются как раз с погрешностью. После погрешности в диете, вернее, с заболеваниями органов пищеварения. Боли в животе острые. Ну, вот это вот любопытно, потому что, ну, я понимаю, что в советское время был дефицит, и на Новый год все берегли, чтобы в Новый год все эти деликатесы съесть. А сейчас вроде бы все доступно. И тем не менее люди обжираются на вот этих праздниках. Вот это психолог работает с такими пациентами. Может быть, мы за это и платимся, что сейчас все в доступе, изобилие всего, как хороших продуктов, так и не очень хороших, как подороже, так и подешевле. Поэтому, может быть, и с этим тоже связано, что у нас есть сейчас все, и в любом магазине. Такие типичные новогодние пациенты – это кто? В нашем понимании, да, в понимании хирурга типичные новогодние пациенты – это пациенты, скрючившиеся от боли, которые держатся за живот, у которых часто там рвота какая-то неукротимая и очень довольно тяжелое состояние. Поэтому это наше. Я понимаю, что помимо застолья еще есть и горки, и какие-то новогодние развлечения, потому что люди, разгорячившись, их несет на улицу, на природу. Какие типичные травмы там? Травмы типичные – это чаще всего переломы, конечно. Конечно, да, это горки, как вы сказали уже, люди, разгорячившись, страха в глазах минимум, поэтому там на любое там средство, на любую горку, на любую плюшку, как можно больше народу, это же веселее, задорнее, но это травма опаснее. Поэтому и травмы в основном это, чаще всего это переломы. А люди, которые просто переели там или перепили, вот в каких случаях дело доходит до хирургического стола? Потому что, ну вот вы хирург, а вы тоже таких больных лечите, а не терапевт, например. В каких случаях уже это, вот какие-то другие методы, не хирургические, они не действенны? Что такого люди делают, и как можно так переесть, чтобы до хирургии? Ну, таких случаев очень много. И самое, наверное, грозное заболевание – это заболевание поджелудочной железы воспалительной. То есть первая категория все-таки риска – это люди с хроническими заболеваниями. Что они делают? Ну, все-таки, да, предпосылки должны быть. Это либо должны быть камни в желчном пузыре, это либо должно быть хроническое какое-то заболевание, да, тот же хронический панкреатит, либо хронический холецистит. И спровоцировать обострение можно как раз вот изобилием на нашем столе новогоднем. А едят просто много или не то едят? Здесь, наверное, все-таки много и часто не того, да. Много и не то, да. Но видите, в чем особенность. Организмы наши абсолютно все разные. Кто-то может есть очень много и пищи, ну, там, жареной, острой и так далее, вредной, да, и алкоголем это все еще запивать. Кто-то может более-менее придерживаться определенной диеты, да, зная, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, и слабые места в организме. Но и тем не менее, даже правильная пища, она может провоцировать обострение. А вот эта тактика, что я сейчас таблетечек заранее выпью перед застольем, там, или во время, ну, или как там эти таблетки пьют, ну, от того заболевания, с которым человек садится праздновать Новый год, и это правильная тактика? Да, это абсолютно правильная тактика. Или как-то можно заранее подготовиться еще у нас вот 10 дней? Нет, заранее, наверное, подготовиться вряд ли. А вот перед тем, как планируется застолье, это, конечно, лучше принимать, да, ферменты принимать, можно сорбенты, да, пить для того, чтобы уменьшить все-таки и токсическое воздействие тех веществ, которые принимаются. А вот какие самые опасные продукты в сочетании с алкоголем? Ну, не секрет, что на корпоративах, ну, и домашние застолья, и вообще любые праздники люди все равно, даже кто вот так, говорят, я не пью, ну, в какие-то вот такие большие праздники, там, день рождения, Новый год, выпивают. С какими продуктами алкоголь категорически вот нельзя употреблять? Ну, самые, конечно, опасные продукты, это любые продукты, которые будут жареные, которых очень много специй, там, острые, соленые, и очень не любит наша поджелудочная железа, это красные продукты, это помидоры, да, это цитрусовые, это яйца, как будто не звучало вареные, да, это все плюс. Ну, яйца еще и аллерген сильный. Ну, и аллерген сильный, плюс ко всему, да, и это все в сочетании с алкоголем, вероятность того, что может скрутить. Я сейчас сижу и думаю, интересно, а как выглядит новогодний стол, например, врача, который все это знает. Да, мы на самом деле такие же люди, мы так же питаемся, как все, но зная, что может, чем это все обернуться, все равно стараемся придерживаться более-менее. То есть, смотрите, яйца нельзя, все красные продукты не надо, то есть красные яблоки, красная рыба, красная икра, что еще у нас, там, свекла морковка, что еще красная? Да можно, не к тому, что нельзя, можно, но всему должна быть мера. И я же говорю, кто-то может обжираться этого всего, и у него все будет прекрасно с организмом, да, но опять же, это до поры до времени, у каждого организма есть ресурс определенный. Можно несколько лет все это благополучно есть и пить, а в какой-то момент организм даст сбой, и это все скрутит. В вашей практике явно есть какие-то случаи, которые, ну, из ряда вон, запоминаешься, вот этот год запомнился вот этим, а вот этот вот этим. Да, если касаемо профессиональной этой стороны, то каждый год он запоминается одним и тем же. Как только в преддверии каких-то праздников, во время их, и даже после, мы еще расхлебываем эту всю ситуацию. Говорю, самое грозное заболевание – это как раз острый панкреатит, панкреонекроз. По разным данным, конечно, но летальность от него там до 82% доходит. То есть можно, объевшись за новогодним столом, просто умереть, правда? Запросто, да. Я говорю, даже далеко ходить не надо. Вот я буквально сегодня с дежурства с ночного, и ночью поступала женщина, вполне нормально, социально, благополучно, без алкоголя, безо всего. На дне рождения своего ребенка съела кусок жареной курицы. У нее молниеносное развитие острого панкреатита. Это все очень быстро перешло в панкреонекроз. Прошло от начала заболевания порядка 6-8 часов, и она к нам заехала уже в реанимацию, уже довольно в тяжелом состоянии. Пожалуйста. Ничего себе. А вот смотрите… У нее камни в желчном пузыре есть. Это все на фоне желчнокаменной болезни. Это очень опасно. То есть это все вместе, да, вот и курики. Да, безусловно. Какие симптомы? Вот все сидят за столом, все выпившие, внимание, притупилось. Какие симптомы должны насторожить, что вот эти твои таблеточки, которые ты выпил до, во время или после еды, мало тебе в данном случае помогут, и здесь только помощь врачей? Симптомы, они все, мне кажется, даже гадать не надо и думать. Это боли в первую очередь, да. То есть если сильно острое боли в животе, это всегда надо к хирургу идти, правильно? Это надо, это надо идти к врачу. К хирургу, не к хирургу, но надо обращаться за помощью. Потому что самолечение тоже не всегда доведет до нужного результата какого-то. Ну вот, я и хотела, я к чему веду. До приезда врачей, что обычно люди делают неправильно и потом осложняют спасение пациента? Чем? Самое неправильное, что делают, это сидят в надежде, что скоро пройдет, скоро станет легче. Ни в коем случае не надо тянуть. Поэтому если появились боли, плюс сопровождается температурой, тошнотой, рвотой, обязательно нужно либо вызывать скорую, либо бежать куда-то к врачу. И чем раньше какие-то меры будут приняты, тем выше вероятность, что исход будет хороший. Вот смотрите, мы часто говорим, да, по каким-то случаям, что нужно быть готовым. Есть ли какая-то универсальная, скажем так, ну, новогодняя, будем говорить, аптечка, что нужно иметь под рукой дома, чтобы быстро оказать помощь до приезда врачей? Вот что-то сделать, что есть такое универсальное при объедании, при перепил, да, состоянии? И, ну, про травмы понятно там. Ну, что касается про перепил, переел, да, самый основной препарат, который должен быть дома везде у всех в аптечке, это спазмолитики. Спазмолитики, да, всем препаратам известный, но у всех на слуху, это ножпа банальная. Как бы она там ни звучала, да, что ножпа... Ну, то есть от боли в животе вот этот спазмолитик самый... До приезда или до обращения там куда-то к врачу либо к медику нужно обязательно выпить ножпу, да, можно выпить обязательно ферменты, да, есть, там, крион, панкреатин и так далее, препараты тоже всем известные. Вот, и затем, ну, если это все интоксикация какой-то связана, то тогда сорбенты можно принимать, и затем уже помощь. Есть еще такие люди, которые очень любят поесть, но при этом, например, они худеют или как-то где-то что-то услышали, или, ну, знаем мы такие случаи, которые, как римские патрицы, специально вызывают у себя рвоту, а потом, значит, едят опять. Чем это опасно? Ну, это опасно, потому что это противоестественно, да, значит, соответственно, это ненормально для организма, соответственно, это может за собой какие-то последствия довольно нехорошие. А что бы вы посоветовали, вот, как провести Новый год? Ну, невозможно, знаете, всего избежать. Вот есть какой-то идеальный вариант, чтобы не... Если есть заболевания хронические, мы уже поняли, да, что все-таки рискуют больше всего это люди с хроническими заболеваниями, ну, как вообще в любом случае, они в любом случае в жизни рискуют, живя с этими заболеваниями. Как так организовать свое застолье, чтобы потом сохранить свою жизнь и здоровье? Ну, это должно быть компания хорошая, да, это нужно больше уделить хорошему настроению, это должно быть, наверное, больше семейный круг какой-то. А что касается застолья, самое главное, не переедать и все. Можно продукты практически любые есть, но чтобы они были в меру, не переедать. Ну, и запивать правильными напитками. Ну, кстати, что с чем? Вот вы приверженец какого, как врач нам скажите? Алкоголь нельзя. Вообще? Вообще не пить. В общем, резюме какое? Если хотите не рисковать совсем, вообще вот не нужно пить, можно приготовить разные вкусные безалкогольные напитки, как говорит доктор. Ну, а если выпивать, то все-таки без жареного и жирного. Да, 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 не запивать вредные продукты алкоголем. Ну, в общем, это стандартные советы, про которые мы говорим каждый год, и тем не менее каждый год очень много пациентов в наших больницах. Берегите свое здоровье. Спасибо большое. Напомню зрителям, сегодня в нашей студии хирург краево-клинической больницы Альберт Лейман. Спасибо вам за ваши комментарии. Это была программа «После новостей». Увидимся. Продолжение следует...